Вы смотрите новости Верхниками в студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! Коротко о главном. Им закон не писан. Десятки рыбаков в день от дня рискуют жизнью и здоровьем ради своего увлечения. Дело жизни. Мы побывали в отделении урологии и расскажем, о чем обычно мужчины предпочитают молчать. Девять лет – девять подарков. Где прячется очередной сюрприз от нашей телекомпании? Об этом и не только. Расскажем сегодня в выпуске. Старая Усолье опять в центре внимания. Сегодня с рабочим визитом его посетили чиновники из Перми. Министр культуры Вячеслав Тарчинский и заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов. Когда это было сделано и кем точная копия? Изразцы где делали? А изразцы изготовили сами мастера Палат Строгановых. Дмитрий Самойлов, зампред правительства Пермского края, интересовался тем, как следят за состоянием исторического здания и был крайне возмущен халатной работой подрядчиков. Больше пяти лет назад проводили реконструкцию Палат Строгановых и по ошибке залили бетоном дымоходы. Поэтому сегодня в музее в рабочем состоянии находится лишь одна печь. Также с Дмитрием Ивановичем в Уссуле прибыла целая делегация. Министр культуры Пермского края Вячеслав Тарчинский, мэр Константин Светлаков, его заместители, а также экс-глава города Сергей Дьяков. Гостям организовали экскурсию по выставочным залам, а затем собравшиеся поговорили о развитии инфраструктуры правобережья и историка архитектурного комплекса Уссули-Строгановская. Обсудили проблемы, задачи, действия, которые будем предпринимать в ближайшее время. Был принят ряд организационных вопросов по взаимодействию между городом и краевыми структурами, чтобы развивать этот объект, туристический объект, но и по другим вопросам, которые касаются правобережья Березняков. Сейчас готовится подробный репортаж о визите зампреда Дмитрия Самойлова, и уже завтра вы узнаете все, даже самые мельчайшие подробности встречи. А мы продолжаем следить за ситуацией на Нартовке, где собственнику участка предлагают снести забор и хозяйственную постройку, чтобы отремонтировать течь на водоводе. На этот раз там вновь произошла авария. Готовы ли люди отказаться от имущества, в которое вложили свои силы и средства, расскажет Елена Силакова. Там глубоко в земле произошла течь. Василь Васкул говорит, это центральный водопровод. Вообще проблема с прохудившимися трубами здесь стоит остро. У кого-то нет и ни горячей, и ни холодной воды, а тут она бежит непрерывно и реками стекает на соседние участки уже три дня. Здесь пробило воду с воскресенья на понедельник. Вот какое число-то было. Ну вот, вот это воскресенье. Я утром выхожу. Е-мое, воды столько нет. Вода течет, грунт проваливается, водопровод надо ремонтировать. Василий Николаевич думает, что порыв случился, когда работала бригада БВК. Здесь они бывают часто, потому что основная проблема не решается уже шесть лет. Колонка топит пожарный гидрант, а из него вода попадает на участок Василия Николаевича. В Верезняковской водоснабжающей компании говорят, что нужно сносить забор и у этого, и у соседнего дома. Конечно, собственники возмутились. Мы отправили запрос в администрацию, может, что-то можно сделать, чтобы помочь людям. Но из администрации пришел ответ. Трубопровод проходит через участок соседей Василия Николаевича, значит, они обязаны предоставить доступ. А вот что касается нашего героя, чиновники считают, что ту часть земли, на которой стоит забор, пожилой мужчина присвоил себе незаконно. Земельный участок, расположенный по улице Братьев Собакиных, 11, был предоставлен в аренду. При предоставлении участок обременен публичным сервитутом для использования участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей. Собственникам земельного участка по улице Братьев Собакиных, 13, произведен самозахват земли, а значит, требования ООО БВК о сносе забора законно и обоснованы. Наш герой говорит, что межевание проводил в 90-х и забор стоит на абсолютно законных основаниях, но это уже и не важно. По словам Василия Николаевича, он готов предоставить доступ, лишь бы отремонтировали на совесть. На наш запрос БВК промолчали, а вот адвокат Сергей Кондратьев говорит, что водоснабжающая компания должна подвинуть забор пенсионеру за свой счет. Я полагаю, что прежде чем приступить к работам по устранению аварии, необходимо перенести забор, соответственно устранить аварию, а потом поставить забор на месте. Возникает вопрос, почему. Ну, во-первых, потому что нет сервитута, во-вторых, все-таки человек уже преклонного возраста, я думаю, что компания ВВК от этого не обеднеет. Сегодня к Василию Николаевичу в гости придут его родственники и будут постепенно расчищать двор. Ведь 76-летнему пенсионеру самому не справится. Только вот он все равно беспокоится, сможет ли ВВК устранить течь, которая не дает ему покоя уже 6 лет. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья. Продолжу выпуск. К нам в редакцию обратилась семья, в которой произошла беда. Выгорел дом. И теперь его хозяева один на один остались со всеми свалившимися на них заботами. Без помощи не обойтись. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот ее кровать была, вот кровать брата. Хозяин дома Евгений Овчинников до сих пор не может свыкнуться с мыслью. От его старенького, уютного дома остались только стены до крыши. Дом был построен в середине прошлого столетия. Евгению он достался от деда. Снаружи дом целый и невредимый, а внутри только гарий копоть. Пожар произошел в ночь с 31 на 1 апреля. Хозяев в это время дома не было. В огне полыхало все, начиная с книг и заканчивая постельным бельем. По словам жильцов, причиной возгорания стала проводка. Дому уже 70 лет. Мама у меня осенью попросила сюда пожить. Хотела огород в порядок привезти, чтобы свое все было. Не знаю, я даже не знаю, как это все описать. Теперь вместо садово-огородных дел хозяевам придется восстанавливать дом. Сейчас в планах на лето штукатурить стены и восстановить окна. Не знаю, у меня просто в голове сейчас пока не складывается, с чего вообще начать. Единственное, с чего я могу начать, это вытаскивать этот хлам весь. В этой ситуации остается лишь протянуть руку помощи. Хозяевам не нужны ни деньги, ни струйматериалы. Евгений всего лишь просит вещи для своей матери. Ее размер одежды 58-60, обуви 36-37. Его номер вы видите на экране. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости верхниками. С каждым днем весна все сильнее вступает в свои права. Солнце светит ярче, на улице становится теплее, таять снежные сугробы и лед на реках становится все тоньше. Несмотря на это, любители зимней рыбалки до последнего не готовы отказаться от своего увлечения. Сегодня в этом убедилась Ксения Агиенко. Уважаемые граждане, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску, выходя на лед. Помните, что несоблюдение мер безопасности на льду может стоить вам жизни. Чтобы убедиться, как обстоят дела на водных объектах, вместе со спасателями аварийно-спасательной службы мы выехали на Камские заливы. Уже с дороги заметно. Посреди проталин сидят где-то 20-30 рыбаков. Причем вплотную друг к другу. Сегодня 7 апреля. Уже несколько дней термометры показывают плюсовую температуру. Сегодня днем она повысится до плюс 8-10 градусов. Несмотря на то, что с 15 марта выход на лед был запрещен, любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед. И сегодня, как мы видим, рыбаки снова занимаются своим любимым делом, несмотря на угрозу жизни и здоровью. С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро тает. Усиливающееся течение воды в реках подтачивает лед снизу. И тут и там появляются проталины. С каждым днем лед становится рыхлым и пористым. Он не трещит, а сразу проваливается. В прошлом году выезжали на судне на воздушной подушке, доставали рыбака. Они провалились на снегоходе. Один, к сожалению, погиб. Случай, о котором рассказывает спасатель Владислав Бевза, произошел 15 марта прошлого года. На телефон ЕДДС поступило сообщение, что в районе Огурдино двое рыбаков на снегоходе провалились под лед. Рыбаки находились в 800 метрах от берега. Вокруг была вода. Спасатели на судне на воздушной подушке подъехали к месту происшествия. Одного рыбака спасли, один утонул. Специалист Управления гражданской защиты Елена Васева рассказывает, что рейды по проверке водных объектов проходят регулярно. Однако количество любителей подледного лова не сокращается. У нас выезжает Управление гражданской защиты, Управление отдела по охране окружающей среды и природопользованию, сотрудники ГИМСа, сотрудники полиции и пожарные. То есть мы выезжаем раз в неделю. Мы в основном проводим профилактические мероприятия, разговариваем с рыбаками о том, что сейчас лед очень тонкий и выход на лед запрещен. Не пугают мужчины штрафы, которые предусмотрены за запрет выхода на лед. Для граждан от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц от двух до четырех. Для юридических лиц от пяти до десяти тысяч. Но главное, конечно, не деньги, а человеческая жизнь и здоровье, которыми рискуют рыбаки. Ведь каждого из них дома ждут близкие и родные люди. Ждут живыми и здоровыми. Что же делать, если все-таки вы провалились под лед? Первое, конечно, нужно постараться не паниковать. Раскинуть руки и стараться держать голову над водой. Повернуться в ту сторону, откуда вы пришли. Постараться выбраться на кромку льда. То есть, раскинув руки, вот туловищем, грудью стараетесь лечь на кромку льда и попытаться вытолкнуть свое тело из воды. Если у вас это получилось, не нужно вставать и бежать. Откатитесь от места, где вы упали, а в дальнейшем ползите к берегу. Сотрудники Управления гражданской защиты обращаются к жителям. Помните, весенний лед очень опасен. Особенную бдительность просят проявить родителей. Не так давно спасателям пришлось выехать на первый пруд. Там гуляли четыре девочки от восьми до десяти лет. Сотрудникам спасательной службы удалось вовремя среагировать и увезти их в город. Помнить правила безопасности, призываемым им. Ксения Гиенко, Дмитрий Воронышкин, Новости Верхникамья. Спустя нелегкий коронавирусный год мы возвращаемся к нашей медицинской рубрике «Дело жизни». Уникальные кадры из операционных, лучшие врачи и наставления от тех, кто хочет, чтобы вы были здоровы. И сегодня о том, о чем стесняются рассказать мужчины. Записаться на прием к урологу для сильной половины человечества – дело немыслимое, а зря. Из отделения, где часто ругают, но очень ценят мужское здоровье. Репортаж Веры Андреевой. Репортаж Веры Андреевой. Мужчины такие сильные, отважные, решительные и смелые. Но когда речь заходит о собственном здоровье, они оттягивают с походом к врачу до последнего. Как огня боятся обследований, пытаются заглушить симптомы таблетками или попросту игнорируют боль. Что уж говорить о болезнях мочеполовой системы. Тема очень интимная. По словам врачей, в среднем мужчине требуется 7 месяцев на то, чтобы решиться на консультацию с урологом. И только здесь, в кабинете специалиста, становится ясно, что уролог – такой же человек, сделанный из той же плоти и крови, который, как и вы, носит очки или контактные линзы, лихо водит машину и делит кровать с любимой женщиной. Утро в отделении урологии сегодня начинается по-доброму. Экстренных больных, которых сюда часто привозят на скорой с высокой температурой и сильным болевым синдромом, сегодня нет. Остальные улыбаются, значит, выздоравливают. Говорит медсестра, которая на своем посту в урологии спасает, ругает и жалеет мужчин уже 44 года. Мужчины противные, не слушаются. Надо обращаться к врачам вовремя, особенно если есть задержка мочи и спускания, то есть вырастает аденом предстательной железы. Все серьезно, да? Все серьезно. Иногда вызовут скорую и пишут отказ от госпитализации, а через какое-то время вызывают снова скорую. Иногда они терпят и сутки, и двое. И после мы им выводим эту мочу до 2-3 литров. Есть у урологов такое выражение. Каждый мужчина рано или поздно доживает до своей аденомы простаты. Никуда не денешься. Это естественный процесс старения мужского организма. Аденома не убивает, она изнуряет. Первые симптомы, как правило, появляются уже после 40. Учащенное или затрудненное мочеиспускание, ночные позывы. А дальше, если не лечить, болезнь переходит в стадию острой или хронической задержки мочи. Мочевой пузырь переполнен, позывы есть, а в туалет сходить не получается. В итоге, постоянный недосып и хроническая усталость. Из-за сдавливания канала могут присоединиться инфекции, затем страдают почки. Появляется риск острой почечной недостаточности. И может развиться мочекаменная болезнь. Здесь, к сожалению, статистика достаточно простая в этом отношении. То есть 60 лет – это 60% аденома. 70 лет – это 70% с аденомой. 80 лет – это 80% с аденомой простатной железы. Другое дело, что все это развивается заболевание по-разному. И сегодня мы, могу сказать, что уже стали делать гораздо меньше операций. Почему? Потому что есть сегодня, опять же, адекватная медикаментозная терапия, которая позволяет мужчинам, в общем-то, поддерживать свое здоровье, сохранить нормальное мочеиспускание. Ну и уж если это в крайнем случае, то тогда, безусловно, конечно, хирургическое решение. Сегодня как раз тот самый крайний случай наступил вот для этого пожилого пациента. Прямо в эти минуты его готовят к операции. Ставят спинальный наркоз, четко следят за показателями. Операционные сестры раскладывают стерильный инструмент и готовят физраствор и эндоскопическое оборудование. Операция у пациента повторная. Хирургу предстоит убрать рубец, чтобы восстановить мужчине нормальное мочеиспускание. С помощью специального оборудования, оптического уритротома, в мочеиспускатель на канал вводится еле заметный, словно тоненькая леска, холодный нож, и рубец иссякается. Сейчас пациент находится в сознании, чувствует он себя неплохо. Да, и сегодня большинство урологических операций проводятся эндоскопическим способом. Наши урологи неустанно учатся, постоянно повышают квалификацию, используют более эффективные и менее травматичные способы оперативного вмешательства. У урологов, к слову, практически каждый день друг за другом 3-4 операции. В этом отделении лечат почечнокаменные болезни, опухоли мочевых путей и мужских половых органов. За последние десятилетия медицина сильно преуспела. Березняковские урологи вооружены самым современным оборудованием. Например, вот этот аппарат с помощью сжатого воздуха, без внешних и внутренних повреждений, подобно молоту, способен дробить камни до 1 сантиметра. Потом его мелкие частички хирург извлечет при помощи специальных эндоскопических щипцов или петель. И пациент снова будет жить полноценной жизнью и забудет эту адскую боль, когда камни начинают шевелиться. Вот такое оно дело жизни Михаила Ильиных. Спасать тех, кто до последнего скрывает, что ему нужна помощь. Деликатный, скромный и очень понимающий доктор, который много чего повидал за 32 года в урологическом отделении, сегодня призывает сильную половину человечества не бояться говорить прямо о своем здоровье, беречь себя, не переохлаждаться, раз в полгода проходить обследование и навсегда забыть два распространенных мужских заблуждения. Ерунда само пройдет и уже не лечится. Лечится. Главное, вовремя, без стеснения обратиться к врачу. Вера Андреева, Степан Некрасов, Новости Верхниками. Как принять участие в космическом квесте и в какой части города спрятан очередной подарок от нашей телекомпании? Об этом вы узнаете после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. 12 апреля наша страна отметит 60 лет с момента первого полета человека в космос. Космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту приземлился через 108 минут полета, совершив один оборот вокруг Земли. Молодежный и культурно-досуговый центр приглашает школьников и студентов принять участие в космическом квесте. Организаторами квеста выступили студенческие отряды «Камелот», «Адреналин» и «Первострой». Присоединиться к поисковой игре смогут школьники и студенты от 14 до 18 лет. Состав команды – 5 человек. Участникам нужно будет хорошо ориентироваться в истории освоения космоса и знать биографии легендарных космонавтов. В принципе, задания разноплановые – и спортивные, и музыкальные. У нас подготовлено классное музыкальное задание с использованием живой музыки. Квест рассчитан примерно на 2 часа. Точки прохождения ребята выбирают самостоятельно, то есть маршрут они выбирают сами. И около 2 часов бегают по городу. Участникам будут выданы маршрутные листы. Для выполнения заданий нужно будет пройти этапы квеста, которые находятся в разных точках Березняков. Старт квеста от строительного техникума – 12 апреля в 15.00. Заявки на участие можно направить на электронную почту Молодежного культурно-досугового центра. Форма заявки размещена в группе МКДЦ ВКонтакте. Держи удар! С регионального первенства по боксу наши березняковские девушки-боксерши привезли три медали. Почему нашему корреспонденту Екатерине Зибзеевой удалось встретиться лишь с одной спортсменкой, об этом вы узнаете из следующего материала. В синем углу Сабина Ермольченко. Она представляет Пермский край. Это видео из Ижевска. Там проходило первенство по боксу Приволжского федерального округа. Так начал с собой Сабины – 13-летней спортсменки из Березняков. За плечами победа на первенстве Пермского края. Десяток выигранных боев и спортивный опыт длиною в четыре года. В этот раз Сабина взяла бронзу. Пришла в спорт юная боксерша, по примеру, родственницы. Сестер Ермольченко в секции по боксу ценят. Старшая сестра, 22-летняя Маргарита, после первенства в Ижевске, сразу же уехала на другие соревнования. В Бакуум на международный турнир. У меня сестра ходила. Я все хотела, чтобы она меня взяла с собой. Я такая, ну. И потом она меня взяла и мне понравилось. Но я первый день вообще стеснялась, боялась здесь. Тогда-то все и началось. Поначалу робкая и застенчивая Сабина с каждым спаррингом становилась более стойкой и сильной. Сейчас у боксерши первый юношеский разряд и еще один повод для гордости. Девушка одержала победу в первенстве юность России, который проходил в Пятигорске. Когда у меня здесь, например, здесь соревнования, мы маму зовем, она говорит, нет, я не буду, я там плакать буду. В этот раз команда тренера Саркиса Хандемиряна привезла три медали. Золотую завоевала старшая сестра Сабины, Маргарита. Серебро у Дарьи Шляпиной и бронзу у нашей героини. Девочки, бокс, ну, конечно, такой более жесткий. Друг другу не уступают. Парни более тактичные, парни более, как сказать, вежливые, а девочки у нас жесткие. Помимо строгого режима питания и индивидуальных тренировок, боксеры также ходят и на общие занятия, такие, как сейчас. Ребята в секции появляются каждый день, кроме субботы. Тренировка длиною в полтора часа начинается с разминки, затем вся жара переходит на ринг. Майские праздники Сабина проведет в Ульяновске на первенстве России по боксу. Желаем юной спортсменке удачно выступить и, конечно, получить бесценный опыт, ведь спортивная карьера шестиклассницы уж точно пошла в гору. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхняками. Победить может каждый в нашем праздничном розыгрыше подарков. Телеканал Верхняками ТВ в честь своего девятилетия дарит призы нашим телезрителям. Какой подарок сегодня мы разыграем и как его получить, расскажет Андрей Фадеев. 16 апреля 2012 года на канале ТНТ Березники вышел первый выпуск новостей нашей телекомпании. Менялось время, менялись люди, но неизменным оставалось одно. Наше желание информировать вас о самых важных, интересных и актуальных событиях, которые происходят вокруг нас. В день рождения принято получать подарки, а мы привыкли их дарить. До 15 апреля включительно каждый будний день мы проводим розыгрыш подарков, получить которые вы не сможете. Если будете сидеть дома, придется выйти на улицу и отыскать вот такую записку в футляре в одном из мест нашего города. Накануне мы спрятали второй пакет с запиской с тыльной стороны памятника комсомольцам-строителей в сквере первостроителей. Первому посчастливилось найти конверт Павлу Козлову, причем для него это оказалось проще простого. Сегодня мы вручили ему заслуженный приз – одеяло от ярмарки текстилев до Каленина. Догадался быстро вообще, что я живу на первостроителях, комсомольский памятник я знаю. Подумал на него сразу же, что где-то там спрятано. Павел опередил многих искателей нашей записки, но и они не останутся без подарка. Утешительный приз в виде футболки с логотипом нашего канала получат пять человек, которые сделали селфи на фоне места нашего тайника и прислали свои фото в личные сообщения группы Верхникам ЕТВ ВКонтакте. Итак, новый приз и новое задание. Сегодня мы предлагаем вам побороться вот за такой мягкий топпер от ярмарки текстилев ДК Ленина. Идеальное решение для дивана или кровати. Его размеры 140 на 200 сантиметров. Итак, условия все те же. Напоминаю, вам нужно будет найти этот футляр с запиской. По традиции мы его упакуем в маленький пакет. Сегодня мы будем прятать нашу записку в элементе еще одной достопримечательности. Попробуйте отгадать, что это за объект и приходите искать записку. Первый, кто найдет наш пакетик, обязательно завтра приходите к нам в редакцию, получайте заслуженный приз и обязательно захватите с собой нашу записку. Если вы окажетесь не первым, кто нашел наш конверт, не отчаивайтесь, вы можете получить утешительный приз. Делайте селфи на месте, где мы прячем наши конверты. Отправляйте нам и первые пять человек, отправившие фотографии, получат футболки от телеканала Верхникам ЕТВ. Фото нужно присылать в личные сообщения нашей группы Верхникам ЕТВ ВКонтакте. Желаем вам удачи в поисках, а уже завтра ждите новое задание. Андрей Фадеев, Дмитрий Воронушкин, новости Верхникам Е. Если вы неравнодушны к жизни Березняков, то снимайте на видео городские проблемы или интересные события и становитесь участником нашей акции «Мобильный репортер». Победитель рубрики «Мобильный репортер» получает сертификат в ресторан на 3000 рублей. Свою новость вы можете отправить нам на почту tnt.news.ru или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Перед выходом из дома зарядите телефон, ведь часто лучшие кадры делают с помощью смартфонов, а не профессиональных видеокамер. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго, будьте здоровы! Шериф Безопасность. Телефон в Березняках 21-41-54. 8 апреля на территории Верхниками синоптики прогнозируют пасмурную погоду преимущественно без осадков. В Александровске плюс 10, днем небольшой дождь. В Кизеле плюс 9, в Соликамске до плюс 10. В Березняках в четверг температура воздуха ночью плюс 1, в дневные часы плюс 9 градусов. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 м в секунду. 8 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей, а наш с дверей Аргус. Сейф Двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах Кудесник. Охранное агентство Шериф Безопасность. Нам доверяют 15 лет. Охрана объектов всех форм собственности. Защита жизни и здоровья граждан. Монтаж в день обращения. Система Умный дом. Шериф Безопасность. Флагман в сфере охранных услуг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова